Всех приветствую, с вами Брателло. Давно мы с вами не виделись, но на то, как говорится, были свои причины. Хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом, все поздравления, еще будет видос, там вас всех пламенно поздравлю. Ну а так, я не на привычном своем месте, как вы привыкли, там в квартире, где я говорю с вами один на один, грубо говоря, там только на заднем плане хоккей. Я сегодня на улице снимаю видос, как старые добрые, многие отмечали, что им больше нравится такой лайтовый видосик, где я хожу, на улице что-то рассказываю про матчи, поэтому всем любителям с вас обязательно по лайку. Давайте наберем 100 лайков, поддержку, чтобы Брателло никуда не пропадал, несмотря ни на что, и пилил стабильно для вас контент. И в свою очередь обещаю, что с Нового Года будет очередной челлендж, где я буду снимать, ну, минимум, там, 3-4 видоса в неделю с полными разборами матчей, все как раньше. Поэтому ожидайте, все будет в Новом Году, а пока пару видосов еще запишу до. И обязательно подписывайтесь на канал, не добили мы отметку в 5000 подписчиков, но это только все по моей вине, знаю, что сам пропал, сам выпал из строя, и обязательно это все наверстаю. А так, смотрите, обязательно пишите комментарии, не забывайте, это помогает продвигаться моему каналу, я думаю, вам не сложно. И спасибо заранее за поддержку, 100 лайков, и жмем газ. Сегодня разберем в первую очередь матч армейской дерби, но начнем с Амур-нефтехимик. Сейчас перейдем к нему, посмотрите, да, вроде Новый Год, трава зеленая, асфальт, как говорится, без снега, озеро даже не успело подзамерзнуть до конца, то есть чуть-чуть. В хоккей точно не пойдем играть на озере, чревато. В общем, ладно, погнали по матчам. Уйду, наверное, ветер тут, скративые такие картинки, но думаю, ничего страшного. В общем, начну с Амур-нефтехимик. Вчера, не вчера, а на днях сыграли первый матч, проиграл нефтехимик 4-1, и здесь не все так просто, да, можно сказать, что Амур красавцы, Амур там топ, Амур по делу обыграл, но все было на самом деле на тоненького. То есть нефтехимик по игре, по качеству игры мне всегда нравился. Могу отметить тренера, который дает свободу своим игрокам, развязывает им руки и говорит, грубо говоря так, что играйте, рискуйте, ошибется, ничего страшного. А это как вот хоккеисту, как мне, когда я был, мне нравилось то, что я могу там придумать что-то в зоне атаки, где-то поиграть неординарно, так скажем, где-то с риском. И это придает уверенность своим действиям, и отсюда появляются красивые моменты, голы и вообще опасность в зоне атаки. Это все в сторону нефтехимика, то есть, да, они провалили третий период, все было на тоненького до конца игры, но если бы не третий период. Можно отметить, что между этими командами идет зесточайшая сейчас борьба за плей-офф, то есть, да, я не говорю, что Амур плохой. Амур тоже отличная команда, боевая там, и Хохлачев, и Бродхерст, не знаю, он будет играть или нет. Там у него все время, то он играет, то он не играет, какие-то непонятные ситуации. Но даже если не будет играть или будет играть, конечно, это большая единица для команды, которая поможет им выиграть. Но не будем так сильно заострять на это внимание. Также у них хороший тренер, это Мартемьянов. Можно говорить все, что угодно, да, то, что там плохой тренер, неинтересная, скучная игра. Но, как по мне, главное, это результат, что и требует от наших тренеров постоянно. К сожалению, да, в российском хоккее там это большая проблема, я считаю. Но у него есть стабильность. То есть, там, не знаю, Сибирь, которая такая же была, очень, 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 не знаю, неуверенная, плохая, как по мне. Все равно они всегда борются за плей-офф, и сейчас в очередной раз он доказывает, что даже с Амуром, даже с такой командой он борется за плей-офф. У них есть все шансы на попадание, и это стабильность. И для таких команд я считаю, что тренер вполне-вполне неплохой. Ну, борются, получается, у нас нефтехимик, Амур, Сибирь. Ну, и там, на самом деле, не очень-то далеко ушел Акбарс, но, естественно, я думаю, что они спокойно зайдут в этот плей-офф. Просто там, может, не из первых мест, но чуть-чуть подальше, но зайдут. Поэтому здесь можно отметить три команды, которые борются. И, как по мне, нефтехимик не будет отдавать такие принципиальные игры две подряд Амуру. То есть, это главный у них соперник по выходу из плей-офф, точнее, по выходу. И здесь будет все максимально с настроем, максимально минимум ошибок. И здесь я бы, на самом деле, рассмотрел бы, предложил бы вам рассмотреть ставку, как, допустим, полтора больше нефтехимик. Там, по-моему, дают 1,55. Кто любит там экспрессы, кто любит просто там хорошие ставки, на которые ставятся крупно, и коэффициент особо не важен, то, как вариант, полтора больше. Ну, или же я бы рассмотрел с иксом, то есть не проиграет в основное время нефтехимик. Там тоже, вроде, неплохой коэффициент. Ну, и переходим мы к армейскому дерби. Да, хотелось бы напомнить, совсем вылетело из головы, что в Телеграм-канале, несмотря на пропуски видео в Ютубе, каждый день, каждый божий день мы ставим на хоккей, либо на российский, либо заходили на НХЛ. Там все достаточно хорошо со статистикой. Можете перейти, убедиться. Сейчас здесь появится видосик небольшой. Ну, а ссылочка для вас будет в описании. То есть, закрываете видос из полного и внизу считаете под названием видео в описании, и там будет моя ссылочка на Телеграм-канал. Там все совершенно бесплатно. То есть, ну, кто там сомневается, можете заходить, смотреть. Публикую. Ставлю, во-первых, свои деньги. Нет никаких реклам других каперов, нет никаких реклам ЖК. Я воюю так же, как и вы, чтобы зарабатывать с БК деньги, а не с ваших проигрышей. Это большое отличие меня от всех. Поэтому это очень важно, на самом деле. И ставлю, естественно, свои деньги. И пишу подробное описание. Поэтому переходите, буду рад вас всех там видеть. Фух, ну договорился, видно, форму потерял, конечно. Но буду наверстывать, обещаю вам. В новом году исправиться. И себе в первую очередь. Кайфую с этого дела. Люблю поговорить, люблю обсудить матчи. И, конечно же, были на то причины. В общем, не судите строго, как говорится. Погнали в СКА, ЦСКА. Здесь мне непонятно одно. Почему СКА опять в какой-то роли аутсайдеров? Почему у нас ЦСКА расценивается как крутой там какой-то... Какая-то крутая команда, которая может там... Может, конечно, обыграть СКА. Но, как по мне, здесь опять же какая-то непонятная отбука. Смотрите, почему. Смотрел я прошлый матч ССКА с Салаватом Юлаевым. Где они отдали просто свою победу в третьем периоде Салавату. И непонятный вопрос у них только, как по мне, не только. Но самый главный вопрос это с ротарями. То есть Федотов, ну... Не хочется никого оскорблять, все мы там люди. Но это реально как будто бы не уровень Кахейл. То есть этот год у него там в армии. Пошел ему только в огромный минус. Честно говоря, я не обращал внимания на него до армии. Но, как видно, видимо, то, что он был хорошим вратарем. Но сейчас все идет иначе. То есть, ну, это реально дыра. Дыра в обороне, дыра во вратарской линии. То есть там видно то, что будут обменивать. Также слухи о Самонове и Хмелевске точно там наводят какую-то такую непонятку в составе. Как по мне, когда я играл. То есть, ну, когда там какие-то слухи об обмене какого-то там игрока или там усиления. То есть, ну, это всегда сказывается на команде и не в плюсовом ключе, так скажем. Поэтому, не знаю. Здесь я бы все-таки смотрел бы в сторону СКА, несмотря, да, на их там поражение торпеда. Там по игре, я честно скажу, что, ну, торпеда просто отскочила. Отскочила так, что, ну, как, не знаю, давно так никто не отскакивал. То есть, куча моментов у СКА, куча бросков, куча выходов 1 в 0 там. Ну, не куча, ладно. Там пару выходов 1 в 0, пару 2 в 1, 3 в 2. То есть, это все на таком уровне должно реализовываться. Но чуть-чуть не повезло. Ну, и, конечно, хорошо сыграл вратарь торпеда. А так, к СКА у меня по-прежнему нет вопросов. Вышли, выиграли Динамо Москву. Тоже Грозную, тоже, в которую все верили, в которую шло без ошибок. Но сейчас вот чуть-чуть попали небольшой спадик. И СКА их поймало на этом. В общем, к чему я это все? По мне, конечно, я еще посмотрю. Сегодня снимаю заранее видос. Такие мысли. Но завтра уже в телеге. Опубликую свою ставочку. У кого желание посмотреть, ссылочка, опять же, в описании. Там уже завтрашний день. Новые, там, не знаю, коэффициенты как-то обновятся. Какая-то информация пойдет по составам. Уже оттуда будут отталкиваться. А так, на данный момент я все же смотрю в сторону СКА. СКА на ходу. СКА в порядке. Ну, перечислять всех игроков просто нет смысла. Это займет, во-первых, время. Во-вторых, ну, бессмысленно. Вы все сами знаете этих игроков. То есть, все сыгранные, все максимально заряженные. Мне что нравится в СКА, что все четыре звена несут угрозу сопернику. То есть, нет там разделения. Есть там в некоторых командах одно звено, которое может что-то создать. Есть там два звена. Есть три. Четвертые там чекеры, которые бегут, там, бьются, дерутся. Нет такого СКА. Все четыре могут как? Забросить шайбу, побежать там, воткнуться. Могут как? Покомбинировать, забить. Могут, я не знаю. Ну, в общем, все они могут. На самом деле, все четыре звена. Это очень важно. И длина скамейки в наше время с таким календарем, который сейчас в КХЛ, это очень важно. Очень важно. И СКА, естественно, это все идет в плюс. То есть, там еще в СКА не е у них там, не знаю, пятерочка где-нибудь ожидает своего шанса. То есть, несмотря там травмы, нетравмы, все у них в порядке. И также вышел Айспик, который забил спустя, там, сколько-то, 2 октября, что ли, я видел новость. Не забивал, и это все, он был временно травм. И сразу же вернулся, сразу же забил. Это тоже плюс мораль для него. Уверенность вернулась и тоже будет бомбить, тоже будет стараться делать результат. В общем, у меня вот такие мысли все равно в сторону СКА. ССКА, как по мне, ну, если опять станет Федотов, то точно на СКА. Так скажем. Я думаю, уже кто на Телеграм подписан, частенько видит в этом описании, что если Федотов, то ТБ. Ну, я с этим как бы не отнекиваюсь, так и есть на самом деле. Какую-то там свою шайбу он точно привезет, минимум одну. А там еще, помимо этого же, есть еще выходы 2 в 1, где могут его разорвать. Где-то там большинство, это все в ту же копилочку. Ну, а так, еще раз повторюсь, моя самая там железная ставочка с описанием. Подробным будет завтра в Телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр. Брателла возвращается потихонечку. Набираем форму и, еще раз повторюсь, с начала января будем бомбить какой-нибудь челлендж я придумаю, который вы можете увидеть в Телеграме. И будем бомбить. Постараюсь максимально давать хорошие прогнозы. То есть, понятное дело, я все время это все разбираю, все матчи разбираю. Но это спорт, ребят. Не лудите, не ставьте там квартиры, не берите в долг, не берите кредиты ради ставок. Это все иллюзия. Я думаю, вы все сами понимаете. Спорт есть спорт. Могут, не знаю, там как в футболе я какую-то слышал новость. Какая-то там любительская команда на кубке какой-то там страны обыграла супертоповую команду. То есть, ну, это все спорт. Здесь нет никаких там недоговорных матчей. Я думаю, точно не было такого, что там, не помню, честно говоря, условно, футбол тоже так поверхностно. Но новость такая громкая была. То есть, профессиональная команда там, которая идет на первых местах, проиграла любительская. Ну, об этом разве может какая-то речь быть о договорных матчах? Конечно же, нет. В общем, все это спорт. Ставьтесь головой. Всех обнял. Спасибо за просмотр. И давайте, пишите комментарии, как у вас с новогодним настроением. Как у вас погодка. Вот у нас вот такая вот. Ну, думаю, что еще подвале снежок. И даст плюсом такой бус к новогоднему настроению. Все. Всех обнял. Будем болеть. Железная ставка завтра в Телеграм-канале.